Награждение финалистов 4-х московских областных молодежных гагаринских чтений прошло в Люберцах. Ежегодный конкурс в этот раз приурочен к 60-летию полета человека в космос. Финалисты собрались на церемонии в Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина. Тряхнув, словно гривой косматый лев головой, взялся товарищ за струны гитары, что дугой изгибалось над его коленом. Зачебетали струны, народ человеку внимал, что искусно и четко великих песен слагал. Владислав Ленгли интересуется космосом и давно изучает биографию Юрия Гагарина. Когда предложили поучаствовать в гагаринских чтениях, согласился без колебаний и написал стихотворение всего за пять дней. Говорит, когда знаешь тему, вдохновение приходит само собой. Сидишь, слушаешь музыку, потом наступает тишина в квартире, и у тебя мысль идет. На какой-то счет. Ну, там, по заданной теме, например. Творческий потенциал участники конкурса могли раскрыть не только в стихах. Номинаций на гагаринских чтениях четыре. Они меняются из года в год. В этот раз студенты писали стихи, снимали фильмы о первом космонавте, разрабатывали интерактивные маршруты по гагаринским местам Московской области и создавали инсталляции на тему космоса. Всего было принято 44 работы. Мы посмотрели все работы, они все разные, но они, каждый по-своему носит свою индивидуальность. И действительно, в каждой работе, если представить, то действительно отчасти можно оказаться в космосе. Финалисты и победители конкурса «Гагаринские чтения» получили дипломы, подарок от Музея космонавтики Москвы и именную стипендию от губернатора Московской области. Ирина Попова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.